СПК «Харп» отметил на днях 90-летний юбилей сельхозпроизводственного кооператива. Накануне с рабочим визитом в поселке Красное побывал губернатор Ненецкого округа и оценил производственные успехи СПК. Глава региона посетил молочную ферму хозяйства, убойный пункт и фирменный магазин кооператива «Харп». В новое здание молочной фермы хозяйство переехало в октябре 2017 года. Строили объект меньше года на условиях софинансирования из окружного бюджета. Из казны «Харп» получил 25% от общей стоимости здания. Общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве составляет 58 голов. Корма в СПК заготавливают и хранят по современной итальянской технологии. «Харповские буренки» обеспечены на эту зиму кормами в полном объеме. Компания у нас в этом году прошла хорошо, значит, выполнена на 100 с лишним процентов план по заготовке сена и по заготовке сенажа. На убойном пункте СПК в эти дни идет убойная кампания. Она стартовала в этом году почти на две недели позже привычных сроков. Здесь с неблагоприятными погодными условиями, то, что реки не встали. У нас все стадаты находятся за Нерутой, Ортина. Малые коржи, большие коржи, нужно против реки. И в связи с этим, с неустановкой ледостава, мы не могли просто раньше начать. И снега не было. И сейчас снега в тундре нет. До начала убойной кампании в хозяйстве провели капитальный ремонт «Кораля», протяженность которого составляет 3 километра. Также произвели косметический ремонт убойного пункта. В этом году хозяйство планирует заготовить около 140 тонн оленины. Большая часть отправится на переработку в акционерное общество мясопродукты. 120 вместе с субпродуктами первой категории на мясокомбинат. Остальное мы будем перерабатывать на своем цехе переработки. Особая гордость хозяйства – магазин, где представлен широкий ассортимент продукции, производимой в Харпе. Здесь и молочка, и мясопродукты, и северные ягоды. Шкуры, перерабатываемые на предприятии в специальном барабане, тоже идут в дело. Из них изготавливают различную меховую продукцию. Магазин в поселке Красное пользуется популярностью у горожан. Они здесь частые гости. Не удержался от покупок и глава региона. Крепким хозяйствам хочется помогать, отметил Юрий Бездудный в ходе рабочей поездки в Красное. Потому что видно, что все это уходит в производство. Это и рабочие места для местного населения, и собственные продукты высокого качества. В целом, действительно, предприятие очень-очень крепкое. Помимо производства продукции, делает свою переработку. Мы зашли в магазин, посмотрели. Сливки, сметана, творог, масло – это все продукты переработки молока. Убойный цех. Прекрасно организованное производство. Действительно, хорошо организованное. В честь 90-летия юбилея предприятия губернатор вручил коллективу СПК «Хар» благодарность за вклад в сохранение и развитие северного оленеводства и молочного животноводства. Впрочем, деятельность предприятия можно рассматривать и по другим направлениям. Это выделение рыбопромысловых участков. За данной задачей мы справились, помогли кооперативу, в том числе и ерву, которая на территории Красного осуществляет деятельность свою. То есть были выделены рыбопромысловые участки в тундровых озерах, для того, чтобы можно было добывать рыбу для собственных нужд. Как отметил руководитель профильного департамента Альберт Чебдаров, по просьбе руководства хозяйства, ведомство планирует изменить порядок субсидирования оленеводческих хозяйств. Если ранее субсидия распространялась только на то мясо, которое давалось при направлении на мясопродукты, то сейчас даже то мясо, которое хозяйство самостоятельно перерабатывает, на этот объем тоже можно будет получать субсидию. В целом хозяйство получает субсидии на развитие молочного животноводства и оленеводства порядка 30 миллионов рублей из окружного и федерального бюджетов.